Девушки отдыхают Рон Гилберт учит смеяться над штампами Объявлено имя человека, написавшего адову музыку Венецианского ассасина опустили в пляс, а потом откомментировали Над мутной блёр слегка рассеяли туман Намечено время для последней на сегодня фантазии В то время как иные игроделы в отсутствии фантазии прибегают к заезженным штампам Те, у кого фантазии есть, используют эти штампы с умом, в пороге Так Рон Гилберт, создатель серии квестов Monkey Island, некогда придумал серию комиксов про персонажа К которому прилипли все возможные банальности и клише жанров Персонажа звали Дев Спен, то есть шлепок смерти И теперь он главный герой новой игры Гилберта Этот бугай – настоящий ходячий стереотип С гордостью носящий предметы вроде средневековой шипастой пахобойки Или доспехов, прибавляющих сексуальности Опять же, шипастый Нельзя не упомянуть и эпическое исподние В котором едва вмещаются все его недюжинные достоинства Дев Спен выполняет задания, которые в его журнале делятся на важные и неважные И каждые 10 секунд отправляет на тот свет не меньше сотни карикатурных чудик Из которых выпадают подчеркнуто условные монеты и оружие Почерк мастера и его верность классике чувствуются повсюду Игра хоть и выполнена в трех измерениях, а выглядит как двухмерный А еще она подчеркнута независимая, инди, как теперь говорят Такой статус, по словам Рона, избавляет от страха облажаться И нас почему-то не оставляет уверенность, что облажаться у него не выйдет Как бы он ни старался Что для вас скрывается за понятием «адская музыка»? Попса, доносящийся из овощного ларька? Или угрюмый шансон, разливающийся по сонной маршрутке? Именно на этот вопрос предстояло ответить композитору Гарри Шимону Которого на днях представили в качестве композитора игры Данте с Инферно Маэстро признал, что придумывание саундтрека к дантовому аду Стало для него настоящим вызовом И его нетрудно понять Как-никак дилемма перед ним стояла существенная С одной стороны, следовало написать музыку, которая понравится игрокам А с другой, посудите сами Если в аду и раздаются какие-то мелодии То они вряд ли подобраны с тем расчетом, чтобы услаждать уши грешников Логичным было бы записать симфонию трущихся друг об друга кусков пенопласта Или сонату, скрежетающих о стекло ржавых гвоздей Но Гарри сам себе не враг И сочинил традиционную оркестровую музыку Хочется верить, что плод его творчества поможет игрокам Преодолеть уныние и гнетущий страх Преследующие всех, кто решился пройти все девять кругов преисподней С наемным убийцей Эцио в последнее время творятся странные вещи Сначала благородный отпрыск венецианского банкира Услыхал в своей голове неслыханную доселе музыку Которую потом окрестят электронной Ее назойливые ритмы заставляли молодого человека Сигать с крыш в грязную воду каналов Качаться на цветочных горшках И бить железом по голове ни в чем не повинных граждан Затем он делал еще много других Непотребных приличному юноше вещей Слыша, как чей-то голос С сильным французским акцентом Комментирует каждое его действие Но это ему непонятна суть этих загадочных явлений Мы же знаем, что это создатели Эцио Решили в очередной раз поведать о нем миру Сначала сделали динамичный клип с его участием А затем до того расщедрились Что показали целых пять минут его жизни В течение этих минут Начинающий душегуб Купил у лавочника яду Кинул в толпу россыпь золотых монет И натравил банду наемников На городскую стражу Чего не сделаешь для того Чтобы отомстить за порушенную честь Своего семейства Этой осенью ввиду засилия гоночных игр Разработчики не устают напоминать нам Чем их игра про машинки отличается от всех прочих Британцы из Bizarre Creations До поры до времени избегали следовать примеру коллег И в полном соответствии с названием своей игры Блёр Долго темнили и мутили воду Однако с недавнего времени не выдержали И тоже на радость нам Подхватили эту моду Выпустив второй по счёту видеодневник В нём они обозначили жанр своей игры Как социальная гонка с бонусами Социальность вестима заключается В бурном упоении скоростью Которое непременно следует разделить С соседом по трассе Бонусы же предназначены для того Чтобы разнообразить формы выражения Этой радости Так один из них в буквальном смысле Возносит над толпой Другой припечатывает соседа оббор А третий ощутимо бьёт электричеством Всего же их пять И пока игра не вышла Мы составили петицию разработчикам С просьбой добавить шестой Переносящий предыдущие пять В реальную жизнь И это не пустая прихоть Через пять лет в Москве обещают Транспортный коллапс Так что присоединяйтесь Осталось собрать всего десять тысяч подписей У японцев фантазий Все равно, что у русских Рюмочки Каждая следующая Последняя Вот уже 12 частей Вышло в основной линейке Файнал фэнтези А им все мало На носу тринадцатая Впрочем, геймеры едва ли против И с нетерпением ждут Дату выхода игры И вот на днях Они теперь точно узнали Какой день в календаре следует обвести Жирным красным кружочком 17 декабря Правда всем не японцам Рано лезть за фломастером Разве что можно пока Обзавестись календарями На следующий год Западная версия появится Лишь в 2010 Это обусловлено тем Что фантазию За несчастным номером Впервые решили выпустить Не только на PlayStation Но и на Xbox Так что первым делом Игра выйдет в Японии На PS3 Затем ее локализуют А пока будут локализовать Портируют на консоль От Microsoft Кстати цену За долгожданную RPG Заломили нешуточную Почти 9200 йен Не будем пугать вас Пересчетом В более привычную валюту Ну вот время Как всегда неумолимо И канобовости На сегодня закончились Но ничего страшного В ожидании нового выпуска Мы постараемся Подогревать ваш интерес Наиболее свежими И достойными Вашего внимания Материалами До встречи В следующий раз На канобу.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok